Перспективы развития железнодорожной инфраструктуры региона обсудили сегодня на площадке Новгородской областной думы. Эта тема стала ключевой в повестке заседания Совета по местному самоуправлению. А после спикер парламента Елена Писарева предложила участникам обсудить реализацию нацпроекта «Цифровая экономика». Ежегодно российские железные дороги вкладывают в развитие транспортной инфраструктуры Новгородской области сотни миллионов рублей, увеличивая пропускную способность путей, чтобы как можно больше грузов могли доставлять в соседние регионы поезда. Сейчас работы ведутся по направлению Дмитров-Санково-Мга. 220 километров этой дороги проходит через территорию Любытинского, Хвойнинского и Пестовского районов. Открываются новые горизонты и для тех, кто предпочитает путешествовать по железке. Все мы слышали, а многие уже и успели воспользоваться новыми маршрутами движения поездов. В минувшем году новый скоростной поезд связал Великий Новгород и Нижний Новгород. В начале этого года запущен электропоезд «Ласточка» по маршруту Петрозаводск-Великий Новгород-Псков и открыт новый маршрут железнодорожного пригородного сообщения между станцией Рогавка и Великим Новгородом. Для Новгородской области Октябрьская железная дорога – один из крупнейших налогоплательщиков и инвесторов. Большие объемы инвестиций направляют на улучшение качества обслуживания пассажиров. До конца года завершатся работы на вокзалах в Лычкове и Батецком и стартуют в Чудове. Преобразится и многострадальный надземный пешеходный переход через пути. В рамках данного проекта планируется строительство двух досмотровых павильонов, обустройство навесов над платформами по всей их длине, также обустройство лифтами пешеходного моста. Общий объем инвестиций в Новгородскую область в текущем году превысил 9 миллиардов рублей, что выше уровня прошлого года на 34,8%. Но, конечно, не обходится без проблем. Руководство Октябрьской железной дороги обратилось к депутатам областной думы с просьбой разработать нормативные акты и выйти с ними на уровень федерации. В частности, они касаются обеспечения безопасности. Также в рамках Совета по местному самоуправлению прошла дискуссионная площадка по национальной программе «Цифровая экономика». Она призвана всего за несколько лет привести Новгородскую область к технологическому прорыву практически во всех сферах. Появятся новые виды машинного труда, но вместе с тем будут внедрены и новые профессии. Например, специалиста по нейросетям и архитектора виртуальных пространств. Впрочем, и сейчас кадровый потенциал в регионе неплохой. На заседании учащиеся Кванториума представили собственную разработку – программу для VR-шлемов, которая с помощью дополненной реальности позволит инженерам сразу на местности примерять свои проекты зданий, скверов, детских спорткомплексов и других объектов. Один из важнейших инструментов – это линейка. Она позволяет вымерять точное расстояние между объектами, выдавать минимальные ошибки в проектировке. Там погрешность колеблется на тысячное миллиметра примерно. И также она предупреждает о невозможности проектировки. Она запрограммирована на особые инженерные стандарты, так что ошибок здесь быть не должно. Занимаются созданием программ и студенты Новгородского университета. Валерий Савельев рассказал о мобильном приложении по отслеживанию состояния дорог. Достаточно при поездке в автомобиле включить программу на мобильном телефоне. И его акселерометр автоматически считает неровности дорожного полотна и отправит информацию специалистам. Елена Казакова, Евгений Васильев. Новости Новгородское областное телевидение.